День и ночь 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 О, Света, ты дома? Сюрприз. Привет, пап. Привет. Пап, это Марат. Марат мой племянник, он помог мне с продуктами. И мне помог. Очень приятно. Господа, обед готов? Прошу к столу. А я пойду. Оставайтесь. Победусь и с нами. Да, Марат, оставайся. Пойдем. Очень вкусно. Я старалась. Папа, ты знаешь, Марат мне помог музыку скачать и настроил антивирус так, что у нас теперь ничего не глючит. Да? Так вы работаете с компьютерами? Занимаюсь информационной безопасностью. Любопытно. А конкретнее? Тестирую защиту, ищу слабые места. Так вы хакер? Добрый. А можешь взломать наш школьный сайт и скачать мне тесты по алгебре? Так, Света. А что, я тебя давно просила помочь мне по алгебре, а ты все время на работе. А что ты еще взламывал? А что вообще надо, чтобы стать хакером? Ну, алгебру знать не обязательно. Извините, я на минутку. Да, конечно, по коридору направо. Угу. Угу. Марат, а что ты делаешь? Пойдем за стол? Кто отец такой? Он, наверное, думает, если хакеру, нужно обязательно грабить банки и воровать военные тайны. Да не переживай, на самом деле он хороший. Пойдем за стол, я хочу десерт. Здравствуйте, а где Марат? Это как раз его сестра Вероника. Поздоровайся, милая. Привет. Ну что, идем домой? Пап, я не могу, меня ждут. Ничего страшного, подождут. Пойдем, пойдем. Света. А тебе нравится вечная грань? Да, я очень люблю вас. Особенно с кровью. Ишь ты, прям как твоя тетя. Белла, у вас нет семьи? Моя семья – это мой брат, его дети, его жена. Но своих детей у вас нет. Света, представь, пожалуйста, это неприлично. Да ничего. Я не была замужем, но я верю, что судьба подарит мне любящего супруга и великий дар материнства. Я думала, вы в разводе. Для меня брак – это на всю жизнь. Я консервативна. Полная противоположность мамы. Да? Моя тетя очень отсталая. Вероника, види себя прилично. Прости, тетя. А чем вы занимаетесь? Я помогаю людям найти работу, приобрести профессию. Вот, например, ты кем хочешь стать после школы? Биологом, как твой папа? Химиком. Преподавателем, как мама. Ее все очень любили. Не сомневаюсь. Света, 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 подожди, подожди. Света, на, попей водички. Попей водички, слышишь? Подожди, ну, Света, выпей водички, пожалуйста. Давай, давай, давай. Света! Все в порядке, скажи мне. Может быть, хватит уже? Мне это нравится не больше твоего. Хочешь, поиграю во что-нибудь? Я люблю игры, где нужно убивать людей. Я ненавижу насилие. Тогда я могу продолжать качаться дальше. Слушай, ты на самом деле такая? Какая такая? Вот такая, простая, как пять копеек. Всегда добиваешься того, чего хочешь. Угадала. Сколько тебе лет? Шестьсот. Ты начинаешь мне нравиться. Не то, что твоя тетя. Она чопорная замуда. Никто ее не выносит. Хочешь, пойдем посмотрим фильм или музыку послушаем? А у тебя есть ведьмина доска? Для спиритических сеансов? Я думаю, это полная чушь. А ты пробовала? Это ты, Малышка? Тише. Она здесь. И что нам теперь делать? Спроси что-нибудь. Привет, дух. Ты сейчас с нами? Блин, это ты сделала? Здесь кто-то есть? Я здесь. Как ты это сделала? Ты не узнаешь меня? Я твоя мама. Так, все, заканчивай. Это не смешно. А ты помнишь, как я в первый раз отвела тебя в аквапарк? Ты тогда упала в воду. Ты еще не умела плавать. Ты очень сильно испугалась. Откуда ты это знаешь? Я твоя мама. Мама? Доченька, я рядом. Мама, знаешь, у меня иногда тебе так не хватает. Ничего. Скоро все будет хорошо. У тебя появится новая мама. Папа и Белла поженятся? Да. И вы будете счастливы вместе. Белла станет твоей новой мамой. 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 Света, вы где? Что здесь происходит? Почему вы сидите в темноте? Я не... Мы вызывали одного духа. Вероника, сколько раз я просила не заниматься этой ерундой? Это была... Ты мне можешь объяснить, наконец, Вита, что здесь происходит? Мила, не надо так сердиться. Это всего лишь игра. Я предложила ей вызвать одного духа. Это я виновата. Пап, прости, я не знаю, что... Так, все, хватит. Потом поговорим. Солнышко, у меня для тебя сюрприз. Не знаю, понравится он тебе или нет, но что-то мне подсказывает, что у нас с тобой похожий вкус. Это... Это же Джастин Биппер. Да. И именно по этим билетам вы сможете попасть после концерта на закрытую автограф-сессию. А кому второй билет? Ты можешь кого-нибудь взять с собой? У меня сейчас сердце остановится. Не тропься события, солнышко. Так, так, так. И что здесь обсуждают мои самые дорогие девочки на свете, а? Папа, смотри, что мне Белла подарила. Джастин Биппер, это что? Театр? Пап, какой ты древний. Это же самый крутой певец в мире. На его концерты вообще невозможно попасть. А, концерт. И он поздно закончится. В ночном клубе. А не рановато ли тебе? Света уже большая девочка. Она может пойти с подругой. Ты не против меня? Ну, если ты хочешь, иди, конечно. Но я тебя заберу. Хорошо. Пошла Ере звонить. Давай. Из-за тебя моя дочь совсем отобьется от рук. Ты кофе хочешь? Да, с удовольствием. Пойду готовить. Угу. Не бойся. Так. Тихо, тихо, тихо. Все, иди к своим. Давай, давай, давай. Ишь ты, бойкая какая. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушай, здесь? Хорошо, пусть поднимается. Николай? Да. Полковник Зорин. По телефону? Нет. Уже приехал. Поднимается к нам. Опыты проходят успешно. Надо дождаться окончательных результатов. Почему тянете? Эта вакцина не игрушка. Надо немного подождать. Подождать? Вы срываете все сроки. Настоятельно советую вам поторопиться. Всего доброго. Ну, ты нашла, когда болеть. Свет, что случилось? Накрылся мой концерт. Почему? Ирка заболела гриппом. Я даже не знаю, стоит ли ей теперь выздоравливать. Ведь концерт Бипера она пропустит. Вот с кем мне теперь идти? Ну, может, не стоит ходить. Не судьба. Да ерунда это все. А я могу позвонить Марату. Вы же помните Марата? Ну, я не знаю, нравится ему Бипер или нет, но на концерт он пойдет с удовольствием. Даже подпевать будет. А потом, идти на концерт со взрослым человеком, это безопасней. Пойду позвоню? Папа, Белла! Странно, папа обещал быть не поздно. Да, твой папа развлекается. Блин, недоступный. Что делать? Что ты так переживаешь, а? Ты боишься одна остаться? Да ничего я не боюсь. Все, давай, пойдем пить чай. И это не потому, что я тебя боюсь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я что, чай? Не надо. Папа! 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 Только дернись. Он успел сделать тебе больно? Подонок! Как ты посмел? Она же еще ребенок. Молчишь? Я не ожидала от тебя такого. А ну, пошел вон! И знай, что я с тобой разберусь. Вон я сказала! Светочка, девочка моя, прости меня, пожалуйста. Ты ни при чем? Если бы я его не пригласила, ничего бы не произошло. Прости меня, милая. Папа. Как ты, бедная моя девочка? Уже лучше. Да я во всем виновата. Бэлла. Если бы не Марат, если бы не я, ничего бы не произошло. Бэлла, ты ни в чем не виновата. Я не знаю, как мне теперь быть. Я пойму, если вы меня никогда не сможете простить. Сейчас мне лучше уйти. Сильнее. И как ты мог удержать Свету такими слабыми руками? Она такая тощая, ее двумя пальцами переломать можно. Ну, не переломил же. А ты не опоздаешь на свидание? У меня сегодня выходной. Благодаря ему. Мне понравилось, ты хорошо поработал. Можешь идти. Ты теряешь время. Эта семья не захочет больше видеть тебя после того, что сделал Марат. Ты узкомысляешь, Агнесса. Но это простительно такой маленькой девочке, как ты. Вот увидишь. Он приползет ко мне на коленях и будет умолять, чтобы я вернулась. Пап. Привет. Как твои дела? Нормально. Ты как, Белла не звонила? Нет. Тяжело. Мне? Ну, Света, ты что? Все хорошо. Пап, ты газету «Вверх ногами» читаешь. Ну, да. Совсем не весело. Пап, позвони ей первое. Она будет рада тебя слышать. Нет, нет, нет. Я не могу, нет. Я не хочу, чтобы тебе что-то напоминало. Папа, Белла, она спасла меня. Я ей очень благодарна. Знаешь, я долго думала о вас с Беллой. И я не против, если она станет частью нашей семьи. Если ты, конечно, этого хочешь. Какая ты у меня хорошая девочка. Мы вот пригласили тебя со Светой, чтобы отблагодарить. Ты спасла мою дочь. И получилось так, что ты стал для нас самым родным человеком. Если бы не было тебя, не было бы... Да ничего бы этого не было никогда. Ты станешь моей женой? Я? Ну, говори быстрее. Я сейчас ума сойду. Прежде чем дать тебе ответ, мне нужно посоветоваться с очень важным для меня человеком. Да, конечно. Я могу ответить согласием твоему папе? Если вы любите друг друга, я очень хочу, чтобы папа был счастлив. Спасибо, милая. Николай. Я согласна стать твоей женой. Это самый счастливый день в моей жизни. Подержи. Можно? Так, это немедленно нужно праздновать. Немедленно. Я хочу, чтобы Света пошла с нами. Но это же ваш праздник. Ну, мы теперь одна семья, и должны девять праздники. Ты не против? Да я даже придумать лучше не мог бы никогда. Так, это нельзя отхладывать в долгий речек. Ну, пошли собираться. Давай-давай, бегу-бегу-бегу. А почему так скоро? Вы вообще сколько встречаетесь? Достаточно, для того, чтобы сходить по ней с ума. А тогда она в курсе, что выходит замуж за импульсивного подростка? Насколько я знаю, ей это даже нравится. А что ты вообще о ней знаешь? Может, ей деньги твои нужны? Тань, у которых нет, я же ученый. Совершенно лакомым кусочек для корыстных женщин. А вдруг она одна из тех аферисток, которые охотятся за квартиры? Да было бы, на что охотиться, Тань, что хватит. Да. Да, привет, любовь моя. Извини. Да, рассказал. Можно сказать, что я рада. У меня своеобразное чувство радости. А, с удовольствием, конечно, передам. Давай, целую тебя, пока. Ну? Ну что, ну? Мы с Белой приглашаем тебя в кафе, чтобы обсудить детали нашей свадьбы и заодно отпеть нашу помолвку. Угу. А тебе не кажется странным, что она позвонила именно сейчас? Так, как будто бы слышала наш разговор. Таня, не может быть. Она, наверное, развесила жучки по всей нашей квартире. Вот только где нет, ты не знаешь? Коль, ты не ученый. Ты мальчишка. А ты ворчунья. А ты наивный мальчишка. А ты ворчунья. Мальчишка. Ну что, милый, поедем? Да. И зайдем в лабораторию. Угу. Подожди. Ты точно не хочешь выбрать нас в самой ресторанной свадьбе? Кольчика, я не могу. Я жду одного парня, он пишет хорошую книгу о падших армии. Подожди, ты предпочитаешь мне встречу с каким-то акультистом? Ну, перестань. Ну, каким акультистом? Ученый-то он. А ты предатель. Ну, нет. Да. Ну, простите. Пока, Таня. Пока. Пока. Откуда ты знаешь эту женщину? Кого? Беллу? Это же невеста моего брата. Белла? Белла. Это Марго. Я ее видел, я ее знаю. Это опасная женщина. Подожди, Антон, ну, ты, наверное, ошибаешься. Нет, нет, нет. Твой брат, послушай, ты, она опасна, она зло. Передай своему брату, я прошу тебя. Антон, я прошу, отпусти мои руки, ты пугаешь меня. Что случилось? Ничего. Ты должна передать своему брату. Пойдем, Антон. Марго, зло, передай ему. Так, Чернышова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, так, так. Графиня. Да, графиня Белла Чернышова. Вот, приглядись к фотографии. Угу. Тебе ничего странного не кажется, нет? М? Да. Она обманула меня. Да? Мало того, что Белла не рассказала мне о своем несметном богатстве, так она еще скрыла от меня свой возраст. О, какая! Коля. Что? Ну, хоть раз в жизни ты можешь отнестись к моим словам серьезно? А что ты говоришь серьезно? Да, я говорю серьезно. Ну, я тебя не понимаю, я тебя просто. Я тебя не понимаю. Я не знаю, кто эта женщина, и вообще мне все это не нравится. Так, дай палец сюда бегу. На. Ну, вот. Пожалуйста, будь осторожен. Перестань. Ну, перестань немедленно. Ну, во-первых, спасибо, что пришел. Да не за что. Я предлагаю сходить нам с тобой в ресторан, отметить начало моей новой книги. Ладно, ладно, корыстная женщина. Я отдам тебе этот материал просто так. Не надо подкупать мне какую-то едой. А ну давай. Спасибо. Это материал, я думаю, для бестселлера. Какая-то невероятная история. О жизни графини Ушкиной. Подожди, не-не-не, не Ушкиной, Чернышовой. А я как сказал? Ушкиной? Ну, вообще Чернышовой. Неважно, смотри. Когда эти фотографии были сделаны? Давай посмотрим. 25 марта 1910 года. Это как раз за два дня до свадьбы Чернышова. Так. Прикинь, отец семейства, собственноручно убил своих дочерей. Вот это да? Да, хотя и души в них не чаю. Прикинь? Его первая жена была растерзана собаками. Слушай, какой кошмар. Да. А графиня, кстати, графиня исчезла сразу после истории с этими пачерицами. Я думаю, что она боялась боялась такой же участи. Что с тобой, Таня? Нет, нет, нет. Чего? Стабильно. Стабильно. 16.32. Таня? Продолжение следует... Таня? Обязался. Угу. Стабильно. Угу. 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 Пожалуй, это наш первый успех С момента заражения прошло 3 дня Она еще живая Хорошо Я предупреждал вас Что о результатах исследований Вы информируете только меня Ну, это мировая практика Делиться опытом с иностранными коллегами Делиться только со мной Какое из этих слов вам непонятно? Откуда вы узнали про Роберта? Я могу решить, что вы следите за мной Это государственный заказ Военная тайна Мы финансируем этот проект, но не видим результатов Но вы же видите, что мы продвигаемся Последние опыты с опасными ретро-вирусами Прошли успешно На основании чего мы можем сделать Оптимистичные прогнозы Мне наплевать, сколько у вас передохло хомяков Мне нужны реальные результаты Мы должны подготовить вакцину Прежде чем использовать ее на добровольцах Для этого нужно время Я предоставлю вам добровольцев Но больше не потерплю опрометчивых поступков И советую вам не покидать страну Без нашего разрешения Я не ждал тебя сегодня Ах, милый, у меня для тебя чудесная новость Да? Да В хорошей новости мне не помешают Я выбила на место во дворце бракосочетаний Ух ты Ты знаешь, что туда не попасть Очередь на год вперед Но мне удалось ее обойти Благодаря смерти одного из женихов Действительно чудесная новость Ну, я понимаю, так нехорошо, говорите Но ничего случайного не бывает Милый, наша регистрация через две недели И свадебное путешествие, которое ты обещал Как через две недели? Подожди, ну это слишком быстро Любимый, мы не можем упускать этот шанс Иначе мы попадем туда только через год Ну, невелика беда Что ты сказал? Ты считаешь, ждать свадьбу года это недолго? Многие живут годами, не расписавшись Это нормально Значит, они не любят друг друга Ты не любишь меня? Было, я тебя очень люблю, ты же знаешь Но я не могу уехать Я не могу оставить работу Ну, как ты не понимаешь это? Ты расставил приоритеты Было, свадьба будет Просто, пожалуйста, не дави Если ты не решишь сейчас, когда будет свадьба Я не выйду за тебя никогда Это что, угроза, что ли? А что, похоже? Я жду ответа Свадьба будет Позже Когда? Я скажу позже Марго Да? А к чему есть этот маскарат, если же них отменил свадьбу? В твоей ситуации был бы уместен другой цвет платья Этот вирус придал бы твоей садьбе особый шаром Смерть, кровь, разлуха Марго, ты играешь в памятезную свадьбу, чтобы уничтожить человечество Вы стед! Я не могу ждать целый год Скоро этот ученый начнет испытывать вакцину на людях и... Ау! Ты уколол меня, идиот! Ты скоро вынудишь меня создать с тебя шуму Я уверена, красавчик, это не образное выражение Когда он тебе надоест, то дай его мне, я сделаю из него пушечное мяско Непременно, можешь не сомневаться Я хочу поговорить с Дэном Оставьте нас все Я еще не доиграла Уже доиграла Жду тебя в спальне Она такая скучная Совсем зеленая Ты слишком крут для нее Думаешь? Уверена Когда наступит мой триумф Мне нужен будет кто-то сильный рядом Эти клоуны ни на что не способны А сейчас Займись Машей Маша скоро совершит ошибку, которую погубит ее Я не хочу ждать Я хочу сейчас Зачем торопиться? Давай растянем удовольствие Я не предлагаю тебе развлечься, Дэн Это приказ Который ты выполнишь незамедлительно А сейчас иди Привет Я хотел извиниться за тот день Я-то теперь понимаю тебя Теперь понимаю Вот материал Его приготовил мой друг Он работает в одной газете На, вот пока полистай это Нет, нет Вот смотри сюда Это Белла Чернышева Похоже А вот теперь Смотри на год 1910 год Вот Он сделал для меня услугу И увеличил кое-какие фотографии Качество им везде Оставляет желать лучшего Но тем не менее Все-таки видно кое-что Вот И Полюбопытствуй, пожалуйста Тут много чего интересного Ты уже показывала это своему брату Я показывала Но Только газету И его реакция была такая же Как и моя В первый раз Вот смотри Вот это получше Вот Вот это Белла Чернышева А все остальные люди Кто? Можешь мне сказать? Таня, они опасны Они не люди Подожди Ну Это звучит как Какая-то детская Сказка Это может Должно быть Какое-то Объяснение В конце концов Плавная уловка зла Создать ощущение Что все, что происходит С человеком Это случайность Ну а при чем здесь Тогда мой брат? Этого я не знаю Но я обещаю Что выясню это Только ты мне тоже Пообещай Что ничего не скажешь Ни своему брату Ни его дочке Ни в коем случае Ладно Это что же получается? Моим родным грозит опасность? Будет грозить Если Марго Поймет, что мы о ней знаем Таня, не провоцируй ее Жесть Что? Ну вот тот чувак Который выбросился Жесть говорю А, да Грустно Опа Здорово, ребят О, здорово Слушай, ты знаешь Да, у меня родаки не пускают На пикник Как так? Они же уехали Ну вот так вот Сестра сдала Коза Ладно, друг Не расстраивайся Ладно, спасибо Пока А он что, любит пикники и вечеринки? Ну все любят пикники и вечеринки А что? Да нет Просто интересно Ты правда сдерешь с меня шкуру? Только когда ты меня надоешь Когда-нибудь это случится Ты устанешь от меня Поцелуй меня Что ты сказал? Я сказал, поцелуй меня Я не глухая Я всегда тебя целую Каждый раз, когда ты хочешь Выполняю, что ты требуешь Ты здесь именно для этого Иначе ты мне быстро надоешь Но я Я ждала тебя Я знала, что со своей добродетелью Ты долго не продержишься Что вас привело ко мне, господин послушник? Можешь больше не притворяться Тебя раскусили Вот полюбуйся Твои фотографии, сделанные больше века назад Они мне никогда не нравились Я на них слишком толстая Но ты пришел сюда не для того, чтобы смотреть фотографии моей молодости Оставь покой семьи ученого Тебе наплевать на семью Николая Вы мне врете, господин послушник? Ах да, я забыла Вы променяли монашескую рясу на свою книгу Так, мой принципиальный? Ты пришел сюда из-за меня Ты хочешь утешения Я могу дать тебе все Себя, славу, деньги Все, что пожелаешь Тебе не сломить меня, Марфа Ты уже пал, Антон Я могу дать тебе все, что ты захочешь Посмотри на меня Антон, посмотри на меня Вот видишь, это совсем не боль Таня, открой Таня Антон, это ты? Таня, открой Антон, привет Извини, я зачиталась Проходи скорее Таня, ну почему так долго не открываешь? Ну как почему? Я напугана после всего случившегося Что с твоей рукой? Ты что, поранился? Ну-ка, покажи Где? Спасибо Рассказывай, как было Вот видишь, ты снова со мной Это уже судьба, Антон Не трогай Татьяну Я прошу тебя Она лишь пешка в моей игре Ты должен сделать выбор Я дам тебе славу Деньги От таких предложений не отказываются Но я не обещаю Мне нужно, чтобы ты дал мне Немного своей крови Мне жаль тебя, Марго Твои чары не действуют даже на меня Теперь могу Сделать все, чтобы меня убить Господи, это какой-то кошмар Мне кажется, я сплю Мы должны исчезнуть на какое-нибудь время Лишь бы Марго нас не смогла найти Да действительно считаешь, что мы сможем исчезнуть? Да она нас из-под земли достает Если мы не уйдем отсюда сейчас Нас найдут именно там Сейчас, секунду, подожди Так, куртка здесь Я в ванну На секунду Тань, только недолго Я быстро Таня, только недолго Антон, стой Таня, давай, 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 за мной Скорее Куда? Давай, закройте За мной На тупик Таня, отойди Антон Отойди Вовремя, да? Паша, сзади Боже, вот что-то какой Вы же не хотите ждать, пока он начнется? Бежим, бежим, бежим Валим Не бывает цвета без тьми Марго, если бы ты хотел за меня замуж Могла просто так сказать К чему эти толстые намеки Если бы все невесты выглядели так, как ты Я бы только их освободил Мне кажется, у тебя других дел предостаточно Только посмей Елена должна родиться дня на день Ты помнишь из своих обязанностей? Ну, конечно Любить жену Воспитывать сына Уберегать А потом взять в один день и съесть их Алла, Светочка, привет Нет, не волнуйся, где-то через час буду дома Да, ложись спать Ну, все, давай, целуй тебя пока Давай Милый Белла Оказывайтесь, оказалось Чего ты так одета? Это мой подарок тебе Не лишать же тебя возможности увидеть меня в свадебном платье Хоть ты и отказался от свадьбы Не лишать же меня тебя брачной ночи Мне не нравится, Белла Ты изменились Не говори так После ночи со мной Ты тоже изменишься? Ты тоже изменишься? Бр différentes Бр Продолжение следует... 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 Я занимаюсь этим проектом больше десяти лет. Я никогда не тестировал его на людях. Я не уверен до конца, какой именно. Не тестировал, говоришь? Выйди оттуда. Ты что, с ума сошел? Ну, выйди оттуда немедленно. Это опасно. Ты слышишь меня? Где вирус? Нет, я тебе не скажу. Нет. Это опасно. Это безумие. Это? Нет. Не открывай его. Пожалуйста, не открывай, не надо. Нет. Это вирус. За здоровье твоей дочери. Вы разминулись, Дэн. Дэн уже ушел. У меня получилось, Белла. Я осудил вакцину. Против смертельного вируса. Отдай ее мне. Она удалена. Тогда где Дэн? Ты опоздала, Белла. Уже ничего не изменить. Еще раз. Где Дэн? Я не боюсь тебя, Белла. Зря. Как ты посмел предать меня? Ради кого? Ради этой девки, которая тебя бросила? Когда ты в ней больше всего нуждался? Тебе не понять. Потрудись объяснить. У тебя будет предостаточно времени в аду. Давай без пафоса. У меня мало времени. Ты смеешь мне дерзить? А ну, вали отсюда. Иначе я и тебя сотру в порошок. Иди. Я закончу за тебя. Ни один рай не спасет тебя от меня, Дэн. Твое время закончилось. Прощай, Марко. Ты заплатишь за свое предательство. Я тебе это обещаю! А-а-а-а! Ну, приверь. Не бойся. Я друг твоего отца. Меня зовут Дэн. Я умру. Нет, уже нет. Чувствуй, не засыпай. Как мне найти твоих друзей? Их надо срочно отвезти в больницу. Кирилл... Телефон... Подожди. Стоп, стоп. Я понял. 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 Да, слушаю. Алло.